В Ненецком округе увеличили территорию для реализации программы «Арктический гектар». 12 гектаров дополнительной площади выделены в Приморско-Куйском сельсовете. Соответствующий законопроект принят на сессии собрания депутатов. Законопроект на сессии представила начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа. Представленный законопроект разработан в рамках рекомендации Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации по расширению территорий, входящих в программу «Гектар в Арктике». А также по предложению главы сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет Заполярного района Ненецкого автономного округа. Предлагается окружной закон 273 ОЗ о территориях, которые участвуют в программе «Гектар в Арктике», дополнить территории площадью 12 гектар, находящиеся в собственности сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет и расположенные непосредственно в населенном пункте деревни Куи. Первоначальная общая площадь выделенных земель на территории Приморско-Куйского сельсовета составила 1293 гектаров. Напомним, федеральная программа «Арктический гектар» заработала в округе в августе 2021 года. По упрощенной процедуре жители региона могут получить земельный участок площадью до 1 гектара. При этом граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных региональными законами. Участки передаются в безвозмездное использование сроком на 5 лет. По истечении этого срока его можно оформить в собственность или заключить договор аренды. Граждане сами могут определить вид использования. Это может быть строительство дома, ведение сельского хозяйства или любой другой законный вид деятельности. С 1 февраля этой программой могут воспользоваться не только жители Ниньского автономного округа, но и любые граждане России. Программа в Ниньском автономном округе реализуется довольно-таки успешно. Было подано около 40 заявлений и в настоящее время идет процесс предоставления участков. Единственное ограничение, которое возникает после 1 февраля, то, что у местных жителей сейчас отсутствует право первоочередного получения этих земельных участков, которое было с 1 августа прошлого года по 1 февраля этого года. И в настоящее время в собрании депутатов в том числе рассматривается вопрос и возможно появление законодательной инициативы, которая предполагает изменение федерального закона для того, чтобы это право сохранить и в будущем, не только которое было до 1 февраля, но и в отношении участков, которые будут вновь вводиться в эту программу. Напомним, что бесплатный гектар можно получить в шести арктических регионах Российской Федерации – Архангельской и Мурманской областях, Ненинском автономном округе, Ямало-Ненинском автономном округе, республиках Карелия и Коми. В настоящее время гражданам доступно более 1 миллиона гектаров. Также граждане могут выбрать участок в режиме онлайн через портал гектароварктики.рф. Подать можно как индивидуальную, так и коллективную заявку – до 10 человек. С 1 февраля 2022 года программа доступна всем гражданам Российской Федерации, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.